Давным-давно прилетала над полесьем жарбтушка и сгубила перо незвычайной прыгажости. Кинулись люди его шукатели, так и вернулись ни с чем. С тех часов ходить по голоскам, что тому, кто знает это самое перо, наканаванное счастливое життя. Я никогда не шукала перо жарбтушки, а лезвое шла место, которое, говорят люди, надое силы життевые, здоровье и спокойное. На 20-м километре дороги Ганцевича-Будча находится одна из головных святынь Брэшчины – Избийский Бор. Место, куда едут за отсюда, едут за близкий свет, часто навод замяжи. Я еще не встретил ни одного человека, который бы ушел из этого места или уехал неутешенным, или не получившим душевного спокойствия, душевного мира и, конечно, помощи от Бога, от Матери Божьей. Это удивительно, это и радостно. Это место складано не зауважить. Отразу, когда дороги на древах навязаны кляровые стужечки. Навязывают, как зарок, как той, об чем просили Мати Божью, исполнилась. Мы пришли за здоровьем все, попросить так само. Здоровье и как семья была, как у семьи все доброе было. А то всякое было, как и во всех. Блядь воды приехали попить, граничное, церковное. Голова болит, ноги болит. До сих пор это место остается особым местом почитания многих. Все люди его знают, все люди его очень почитают и считают, что есть. Во всех трудностях, проблемах. У кого не получается что-то сделать, дела какие-то, у кого брак не получается, у кого-то детей нет. Вот мы недавно окрестили одного ребенка, молодая семья, приезжала сюда на протяжении трех лет и молилась. Детей не было. И вот у них родился ребенок. Калистина, в этом намоленном месте стояла церква у гонор про святой Богородицы, а повод жбили святые крыницы. Здесь была церковь, поэтому люди шли и ехали, больных везли на подводах. И некоторые просто ползли на коленях, чтобы вымолить, вымолить здоровье для своих родных о Божьей Матери. Ну и когда вот это чудо случалось, конечно, хорошая молва, она быстро распространяется. Урочище Избийский Бор литерально обвеяно легендами, тут ходит их великая колькость. Пастух пас коров в этих окрестностях и на сосне увидел икону. Конечно, это было чудо. Икону переместили в церковь в деревне Денисковичи, но прошел день, икона опять появилась наутро на сосне. И так трижды. Поэтому это был знак, в этом месте необходимо строить церковь. Церковь была построена. А нашли икону по преданию вот на этой сосне. Поздней одному вельми набожному человеку с Денисковича уявилась у вас не Мати Божия. И сказала, что будет допомогать усим, кто придет, да и ездит допомогой у Избийский Бор. Так на этом месте еще в 1861 году появилась церковь. Слово свое Богородица стремала, никому не отмовила у допомозе, причем была вельми худкой на паратунок. Однако на великий жаль, Великая Айчинная война не пошкодовала церковь. Изникла икона, пересохли с часом крынички, але люди николи не забывалися про это место. Покинуть это так было Нельга, тому в 2014 году особые прихожане разом с Протеиреем Пятром вырошили одновить часовню. Моглял, Нельга, как такое место стояло без молитвы. Церковь уже стоит, у ее икона, с часом тут явится и монастырь, и купель. Сюда, а лепобач забила крыничка та, якая еще некоторый час назад лечилась от салком загубленной. Вода у ее не стратила гаючих якостей. Сенсацийными вылечиваниями и цудами хвалиться непринято. Люди, у яких есть проблемы, просто проезжают у избейский бор помолиться и побыть в тишине. И ни у кого не возникает сомненья, что в это место володая осадливая сила.